Сегодня также настоящий праздник. У нас сегодня торжественное открытие нашего вот такого фермерского магазина. Мимо этого магазина не проедешь. Красочные вывески и надпись «Фермерский магазин» издалека привлекают взгляд проезжающих по Молоковскому шоссе. В связи с санкциями процесс импортозамещения прошел по всей стране. И в сельском поселении также задумались о том, какие продукты должны быть на столе у жителей. Мы рады, что у нас на территории открылся такой магазин. В период применения санкций против России открытие таких магазинов с отечественной продукцией – это большой плюс. И в жизни нашего поселения, да и вообще в более крупном масштабе. И мы рады этому. Вся сельскохозяйственная продукция здесь не зарубежная, а отечественная. Нет ни бразильского, ни австралийского мяса. Мясная продукция представлена черноземной зоной – Воронежской и Белгородской областью. Баранина из Калмыкии, гастрономии из Ростовской области, солень из Дагестана. А вот кулинарию делают на месте в Молокове. Да и рыбка местная. Только выловили и сразу на прилавок. Мы тоже очень рады тому, что в представленном магазине продается продукция, которая производится непосредственно в сельском поселении Молоковское. У нас есть рыболовная усадьба остров, в селе остров, который находится. И там выращивается замечательная такая продукция рыбная. И представлена она в этом магазине. Но особая гордость магазина «Молочка». Ее привозят из Тупинского района. Это оксининское племхозяйство. Очень хорошее, экологически чистое. Действительно, там всех коровушек кормят зерном. И от того, чтобы у них молочко было сладкое, их кормят еще также кондитерскими отходами. Местные жители уже оценили представленные товары и с удовольствием заходят в новый магазин. Молочная вообще обалденная продукция. Вот я купила йогурт и обезжиренный и всякий. Не знаю, ну на первый взгляд все очень хорошо. Конечно, мы будем сюда приходить. Очень понравилась мясная продукция. Куры, индейка дешевле, чем в других магазинах. Кроме тщательного выбора поставщика, в магазине следят и за ценовой политикой. Больше 15-ти процентной наценки здесь нет. Как говорится, курочка по зернышку. Причем цены, конечно, если они не сегодня для открытия сделаны, то очень хорошие. Если не будет их повышений, то вообще будет здорово. По тем ценам, которые я сегодня увидел. И, конечно, она будет востребована нашими жителями. Около магазина установлен небольшой рыночек. Сюда могут местные жители приходить, бесплатно выставлять свою продукцию и торговать ей. Так что скоро здесь можно будет купить домашние яйца, рассаду, ну а потом уже огурцы и помидоры. А название фермерский – это не только бренд, но и контроль за качеством и свежестью, которую проверяют ежедневно. Елена Бабина, Олег Федоров, Елена Кошелева, Видное ТВ.